Сегодня прошла очередная 57-я сессия Народного Собрания. На повестке дня было обозначено 19 вопросов. В основном они касались внесения изменений в действующие законы. Также уже традиционно перед обсуждением повестки дня были заслушаны выступления представителей политических партий, представленных в парламенте по актуальным вопросам жизнедеятельности республики. Все подробности в нашем материале. Очередная сессия на этот раз прошла без привычного утверждения кандидатур мировых судей. А во время уже традиционных выступлений представителей фракций коммунисты подняли вопрос качества медицинских услуг. Справедливая Россия была озабочена состоянием безработицы в Дагестане. А Единая Россия выдвинула свои предложения по решению проблем с обеспечением жителей Дагестана жильём. Эмоциональное выступление представителя патриотов России касалось качества электроснабжения. Остро стоит вопрос в Цахурской долине. На этот счёт существует поручение главы республики, в котором оговорены сроки исполнения. На днях по инициативе депутатов Рутульский район посетила комиссия во главе с уполномоченным главой Айлибе Камалеевым. Была проведена встреча представителей населённых пунктов с энергетиками. Депутат от партии патриотов России Фикрет Раджабов обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку действиям ответственных за эту ситуацию лиц. На вопрос, почему вот уже два года не исполняется протокольное поручение главой республики по замене аварийных опор линии электропередач и строительству подстанции селения Мишле, срок исполнения которого согласовывался энергетиками и соответствующим профильным министерством правительства, ответ не был получен. Причиной срыва срока исполнения протокольного поручения главой республики комиссия считает преступную халатность и безответственность руководства энергоснабжающей организации. Во втором чтении был принят законопроект, согласно которому должны быть закрыты отделы субсидий в муниципалитетах с передачей функций МФС. Это законопроект о прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий Республики Дагестан по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также в окончательном чтении принят закон об отдельных вопросах местного значения городского округа с внутригородским делением, закрепляемых за внутригородскими районами в его составе, и о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и внутригородскими районами в его составе. Ряд законопроектов, принятых на этой сессии парламента, вносили изменения в уже действующие законы. В частности, изменились некоторые детали процесса награждения дагестанцев за те или иные заслуги перед республикой, изменились условия пользования и содержания платных парковок, были внесены изменения в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике Дагестан. Также на рассмотрение депутатам был представлен законопроект о реализации части 2 статьи 20 федерального закона о фонде содействия реформированию ЖКХ. Принятие данного проекта закона позволит средства, полученные за счет средств фонда социального реформирования ЖКХ и предусмотренность в республиканском бюджете на переселение граждан из аварийного жилого фонда, направить на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданства правового договора. Государственного контракта заключен в соответствии с регионально-адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Среди внесенных изменений – кадровые перестановки в составе молодежного парламента. К сожалению, касаются они не только неизбежного ухода по достижению 30-летнего возраста. С рядом депутатов молодежного парламента расстались из-за дисциплинарных нарушений и элементарного бездействия. Я попросил руководителей политических партий более серьезно относиться к подбору кандидатов в члены молодежного парламента. Потому что, по сути дела, это будущий резерв кадров, люди, которые на каком-то этапе будут депутатами народного собрания, работают в министерствах, ведомствах. Поэтому с ними надо более активно работать и замечать тех, которые хотят продвигаться, имеют опыт работы, имеют знания, профессионально подготовлены. Я попросил на это обратить внимание. Сессия закончилась изменениями в составе самого парламента. В связи с новыми назначениями несколько депутатов оставили депутатские мандаты, а на их места партии предоставят новые кандидатуры. Бария Тубрынская, Ибрагим Магомедов, Эльмира Байрамбекова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.